здравствуйте друзья с вами кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания лям вашему вниманию третья серия идиоты за работой восточный экспресс-банк ссылочка на первые две серии в описании ролика друзья сразу прошу прощения за звук который может быть где-то собственно попортит вам настроение но это они на той стороне это делают и я не знаю что со звуком в этом случае делать я намеренно не удалял эти вот кусочки чтобы оставаться в контексте вместе с вами потому что но они в какой-то степени даже ценные можно где-то догадываться по смыслу продолжение разговора поэтому наслаждайтесь ну и конечно же пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали не забывайте нажимать на колокольчик чтобы вовремя узнавать о поступлении нового материала друзья вся информация для тех кто хочет стать под юридическую защиту будет в конце ролика пожалуйста слушайте да я думаю вы с удовольствием это сделаете и без моего напоминания как и ты умеешь говорить прошу прощения я еще не знаю что говорить но я очень люблю говорить я большой путаник потому что у меня нет мозгов а голова моя набита ценам я даже не могу отличить солому от сена а когда твоя голова набита и ты не знаешь чем какой от тебя толк алла да слушаю здравствуйте дмитрий евгеньевич здрасте с кем это я разговариваю меня зовут его на игорь наделся дивно узыскание банк восточный звонил по поводу долга сама и напала павла иванович какой причине он находится на просроченной задолженности понятия не имею почему не знаю такого человека просто ну зачем меня сейчас вводите в заблуждение до хрена узнаем у всех свои мировоззрения а вы не отвечаете на за свои слова за какие слова 10 но вы сейчас говорите мне неправду 10 октября вы его прекрасно знали Павла Иванович откуда у вас такая информация противоречивая и вы так разговариваете как девушка после ночной смены да да мы вальяжно давайте конкретно откуда у вас противоречивая информация такая ну не противоречивая запись разговора с вами идет и прекрасно и что там было 10 октября вы подтверждали потому что вы знаете Павла Ивановича хоть и не общаетесь с ним 8 лет но тем не менее это ваш бывший коллега поэтому сейчас вы меня пытаетесь говорить о том что вы понятия не имеете кто этот человек глупости не говорите что не делайте пока ничего хорошего для вас нет глупости не говорите а что для меня плохое наступило то что я имею честь общаться с девушкой которая не знает себе цену поэтому и устроил сработать Восточный Экспресс цену легко можно узнать Дмитрий Евгеньевич скажите пожалуйста скажите пожалуйста а почему же вы настолько себя не уважаете я очень себя уважаю у меня самомнение завышенное самомнение ну знаете самомнение завышенное это когда человеку больше кроме того что вы себя уважаете очень негде самореализоваться нет уважения от других людей он пытается да я вижу вообще я слышу какой самореализованный когда человек самореализовывается пытаясь оскорбить других людей что поставить себя выше тем самым Дмитрий Евгеньевич вы себя унижаете не унижаете Дмитрий Евгеньевич когда я говорю что мне звонят констатация факта не говорите вы Дмитрий Евгеньевич не способны разговор вы Дмитрий Евгеньевич не способны констатировать факт для этого нужно иметь неопровержимые доказательства определенные знания у вас нет никакого такого Дмитрий Евгеньевич а вот кроме какими документами аргументируйте какими документами вы являетесь контактным лицом это и есть юридический документ вот мне всегда любопытно окей вас уже послали несколько раз вы сейчас звоните мне убеждайтесь что в очередной раз завтра нужно заплатить за самарину сумма по плате составляет 17 900 рублей а иначе а иначе что будет если это не произойдет Дмитрий Евгеньевич такое понимаете самоуверенность мы реализованный человек простое человеческое любопытство по-другому коллеге за меня денег вы же мы реализовали заработали вы обеспеченный мужчина я обеспеченный мужчина еще и грамотный и вменяемый да да а что же вы этого не демонстрируете тогда Дмитрий Евгеньевич кому надо это демонстрируется да никому Дмитрий Евгеньевич да никому у него не демонстрируется Дмитрий Евгеньевич я ваше Ваши 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 не демонстрируется не демонстрируется но вот это не демонстрируется Дмитрий Евгеньевич плохо слышно знаете но это должно быть так это что это что это 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 Ваши 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 там не по карману сделать крупные у меня сейчас телефон стоимостью 70 там для коллекторы не проводить условий кредитного договора путем не только телефонных звонков но и выездных мероприятий по месту рекомендации по месту работы даже ко мне по работе так что задумайте адрес продиктовать где я работаю что будут работать с Вами с Вашим окружением с Вашими родственниками ну так же не забывайте о том что кризисной истории на Вашем деятельном отразиться котировки Вы какие ущербные ну ладно всё продолжайте собирайтесь идите к Павлу Ивановичу решаясь с ним вопрос шнурки завяжу только с низкого старта прям дровану ну что ж такое человечество он творит Господи избавь мир от идиотов как Что, все, что ли? Текст кончился на бумажке Я подожду Ну что, молчишь А, вот она, не ушла еще Я говорю, сейчас шнурки завязываю И к Павлу Ивановичу Сколько времени-то вам нужно, чтобы дойти Я на машине поеду У меня машина хорошая Я на машине прям Поеду прям на Маршака туда Там же, да, вы знаете, что он там же Время вам просто подойдет Я специально после первого звонка посмотрел Нет такого адреса, который Продекламировал ваш идиот первый Нет такого адреса Есть улица Маршака, но дома такого нет Это элементарно Google говорит об этом Что делать? Надо еще позвонить в Google вам И сказать, слышишь, Google Ты что, говорит, дом куда-то спрятал? Укрываешь должника Зачем мне этого делать? Моя кредитная история не страдает Ко мне коллекторы приходить не будут Понимаете, в мою семью никто не побеспокоит В отличие от вашей Да куда же, конечно Я думаю, что вам нужно будет тогда, понимаете, обратиться в Google, в Яндекс Какие приложения вы еще знаете Для того, чтобы уточнить адрес Есть телефон, есть социальные сети И что? Ищите, узнавайте, где Павел Иванович Не, 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 сначала по пункту Работу к нему можно съездить Первое дело, это шнурки завязываю Второе дело, низкий старт занимаю И третье дело, рву скорее на улицу Маршака Которая в другом конце города находится И срочно застройщику Мне все равно, в какой последовательности вы будете делать свои дела Абсолютно Девушка, ну действительно Вас троллят со страшной силой Вы продолжаете чушь нести Вам самой не стрёмно Вы же знаете, что на Ютьюбе выложили Да мне все равно то, что вы говорите Абсолютно Вы себя этим понимаете, унижаете, а не меня А неужели вы думаете, что то, что вы говорите и кого-то волнует? Ну вам уже пять раз доказали Вы можете на Ютьюбе выложить, показать свое истинное лицо Ну пусть другие над вами смеются Хотя я даже не уверен, что кто-то это слушать будет Да, да, ладно Это факт Дело в том, что из-за того, что вы это не слушаете Боитесь, потому что зайти на канал Кузнецова Дмитрия Компания Аля Это не значит, что другие люди так же к нему относятся Дмитрий Евгеньевич Еще раз повторю Господи, избавь мира ты Еще раз, Дмитрий Евгеньевич Дмитрий Евгеньевич Вы настолько Еще раз, Дмитрий Евгеньевич Еще раз могу повторить Тем самым берет паузу для того, чтобы собрать Вы бы сходили в университет, тогда получили бы соответствующее образование Прежде чем Прежде чем что-то пытаться концентрировать Вот со всей силой Я вам говорю Большие-большие проблемы Понимаете, что ПТУ закончить Хотя бы Обязательно Понимаете Я очень тупый человек Который не смог устроиться Понимаете, ни на какую работу Поэтому пытается что-то там заработать Денег в интернете Никогда не работаю Всем вы там себя возомнили Блогером Дмитрий Евгеньевич Мама, не смешно? Нет Человек, который не устраивался на работу Сейчас там что-то Какие-то блоги пишут Послушайте, дорогая мама Даже уважающие себя Журналисты Остап Бендер Заработать можно только геморрой А деньги можно Да и, собственно, очень хорошо Блогеры заканчивают свою карьеру Многие из них даже в местах лишения свободы оказываются Дмитрий Евгеньевич Ой, какие блядь Ну, учитывая, как у вас не получается Вы меня на эмоции Да какие у вас эмоции, блядь Душа моя Хочется мне сказать что-нибудь Поэтому давайте Собирайте А я же, да Просто из вежливости Как джентльмен жду, пока дама первая трубку положит И сразу же шнурки начну гладить Ну что такое? Ну ты где? Душа моя Никак Да, а я вот жду А что вы сами с собой смеетесь? Да нет, нет, нет Со мной, наверное, тысяч пять человек смеяться будет, когда я это выложу Тысяча пять? Тысяча пять? Да, примерно в первые сутки Друзей? Нет, подписчиков канала Подписчиков канала, да, да Тысяч пять в первые сутки, наверное А ты с подписчиков поговоришь? Да, зайдите А два месяца смеются? Ну, да, чего? Ну, конечно, комментарии еще почитайте заодно А вас, Дмитрий Евгеньевич? Да Да, да, да За все Что, что? Только не плакать За все Почитаем 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 Дмитрий Евгеньевич, да Да, 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 кстати, можно не ждать, пока этот ролик выйдет Потому что сейчас дел много Дня через месяц Серьезно? Да Там другие есть И про вас Восточный экспресс Они так обычно и называются Какой идиот, допустим Вот так вот называются эти ролики Слово идиот в поисковике А то есть что-то по оригинальной придумывать у вас не получается, да, Дмитрий Евгеньевич? Слово идиот, да, оно все объемное Фантазии Фантазии у вас ограничены, я правильно понимаю? Да, пускай будет так Компактность свою демонстрируете, да? Кого демонстрирую? Компактность Компактность? Компактность, через П Через Т? Тимофей? Через П Федор Компактность? Компактность, да А то компактный? Потрудитесь объяснить Нет, это термин из лучшей математики Да ладно Да, из математического анализа Вы откройте учебник, да, прочитаете Вы знаете, определение Компактность Компактность Дмитрий Евгеньевич Друзья, это федевр Да, вы смеете Да, это федевр Сотрудник взыскания Про высшую математику Вспомнил Потребив, а термин Компактность Опять у меня тут все родится И все в порядке Ну это кто-то сказал, да? В отличие от вас, Дмитрий Евгеньевич Ну хорошо, да я, конечно, ущербный Ну естественно, понимаете, естественно Я даже не претендую на то, что я учебники по математическому анализу пишу А кто пишете? Вы пишете учебники по математическому анализу? Видите, что вы пытаетесь Если у вас проблема со слухом, вы бы сказали об этом, Дмитрий Евгеньевич Я говорю, у меня проблема со слухом Еще раз вам говорю Могу повторить, если вам так требуется Учебника по математическому анализу Просто хотя бы одного автора Гуревич Гуревич Математический анализ, да? Заявите в интернет Откройте Повызьте свою эрюдицию, Дмитрий Евгеньевич То есть вы действительно на досуге изучаете Еще вопросы будете задавать детям Да, кстати, у вас дети вообще в институт поступили А то я смотрю, им 18 уже исполнилось Или нет, пытаются вам подражать Дмитрий Евгеньевич Дочка заканчивает, выше в школу экономики На последнем курсе учится А сын закончил таможенную академию А вот спросите у нее, Дмитрий Евгеньевич Она вообще высшая математичка там должна быть Моя математический анализ Спросите мне определение компотности Она вам расскажет Дмитрий Евгеньевич, мне кто расскажет Моя математическая хорошо учится Помогите мне усердно Помогите мне усердно И обратитесь к ней Да, что ж такое, а? Что тут лежит? После этого отправляйтесь к Павлу Ивановичу И передавайте ему требования банки То есть сначала с дочерью можно увидеть, да? Должны быть погашены до завтрашнего дня Хорошо, хорошо Потом будете общаться с коллекторами Своим подписчиком Поделитесь опытом, жизненными взглядами Дмитрий Евгеньевич Да, 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 конечно, конечно Расскажите свои эмоции Естественно Я думаю, им понравится Да, 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 понравится Может быть, что-то даже выложить сможете Я все выкладываю Дмитрий Евгеньевич Это не постесняйтесь Не-не-не Так что собирается сидеть к нему И передавать информацию К собственному стыду К собственному стыду так и сделаю Все Алло Дмитрий Евгеньевич Субтитры сделал DimaTorzok